МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север. Студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 16 марта фура с гуманитарной помощью от Ненецкого округа отправилась к жителям Донецкой и Луганской народных республик. На борту строительные материалы. Олег Белак официально вступил в должность главы Наринмара. Он был избран в ходе внеочередной сессии городского совета. Депутатов и будет руководить муниципалитетом ближайшие 5 лет. Наринмарский объединенный авиаотряд будет выполнять санитарные рейсы не только в Ненецком автономном округе, но и в соседней республике Коми. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Фура с гуманитарной помощью от Ненецкого автономного округа отправилась 16 марта к жителям Донецкой и Луганской народных республик. На средства, собранные жителями, предпринимателями и общественными организациями Ненецкого округа, для помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик было решено закупить в республике Коми строительные материалы, необходимые для восстановления разрушенных домов Донбасса. У людей есть большое желание помогать, особенно когда они понимают, что мы-то здесь с вами живем хорошо, сегодня-то здесь с нами все хорошо, нужно помочь соседям. Автомобиль с 32 кубометрами бруса выехал сегодня, 16 марта, из Сыктывкара в Ростовскую область. Эту новость в социальных сетях прокомментировал глава региона Юрий Бездудный. Поддерживаем собратьев из Донецкой и Луганской народных республик не только словом, но и делом. К 20 марта машина с гуманитарным грузом прибудет в Ростовскую область. Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса продолжается. На пункты сбора в городе Наринмаре, поселке Искателей, адрес которых вы видите на своих экранах, неравнодушные жители округа могут принести одежду, бытовую химию и другие товары первой необходимости. Напомним, товары принимаются в будние дни. Все товары для гуманитарной помощи должны быть новыми в упаковке. 19 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших – 8 жителей Наринмара и поселка Искателей, 4 жителя Шойны, 6 жителей Красного, 1 житель Каратайки. Коронавирус выявлен у трех детей. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденными результатами БЦР-лаборатории уровня референс, находится 186 человек. Из них стационарное лечение получают 16 человек, амбулаторное – 170. В регионе зарегистрировано 96 летальных исходов от коронавируса. Наринмарский объединенный авиаотряд будет выполнять санитарные рейсы в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Сообщается на официальной странице предприятия в социальной сети ВКонтакте. Экипажи Наринмарского объединенного авиаотряда летом и осенью 2021 года уже помогали в эвакуации тяжелобольных пациентов Республики Коми. Базировались в Ухте и Сыктывкаре. Выполнялись санрейсы в Уктыл и Жмутройск-Копечорск, Мутный материк, Усть-Цильму. У нас достаточное количество новых вертолетов с медицинскими модулями. Мы имеем опыт такой работы и в прошлом году. Мы работали и в Ухте, и в Сыктывкаре. Буквально на следующей неделе у нас вертолет выдвигается в Сыктывкар. Два экипажа там будут дежурить, дневное, круглосуточное дежурство для эвакуации. По опыту работы с медиками Коми Республики, они очень довольны тем, как мы работаем. В Наринмаре круглосуточно несут дежурство сразу несколько экипажей и бортов. Санитарные рейсы выполняются в оленевоческие стойбища, на нефтепромыслы, в сельские населенные пункты, на морские суда и плавучие платформы. Здесь мы имеем возможность выполнять до двух самзаданий одновременно. Помимо всего прочего, в интересах авиационного космического поиска предприятие дежурит по ПСР с региональной поисково-спасательной базой. То есть есть спасатели, и все, что касается авиационного космического поиска, мы обеспечиваем точно так же круглосуточное дежурство. В 2021 году Наринмарским объединенным авиаотрядом было совершено по самзаданию 286 вылетов. Эвакуировано 424 человека. Олег Белак официально вступил в должность главы Наринмара. Торжественная церемония состоялась в администрации города. Напомню, Олег Белак был избран в ходе внеочередной сессии городского совета депутатов и будет руководить муниципалитетом ближайшие пять лет. Александра Литкова расскажет подробнее. На пост главы Наринмара Олег Белак был избран 8 февраля текущего года после истечения первого срока. Тогда большинство депутатов решили, администрация города сегодня на правильном пути и выполнять поставленные задачи может эффективно. В ходе внеочередной сессии городского совета задействующего градоначальника проголосовали 11 депутатов. Один против. Согласно решению городского совета номер 304, депутатами принято решение избрать главой муниципального образования городской округ город Наринмар Белака Олега Ануфревича. Приветственный адрес от имени губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного озвучил заместитель главы региона Андрей Блащинский. Вы давно успешно работаете в управленческой команде региона. Поэтому поддержка вашей кандидатуры депутатским корпусом городского округа это свидетельство высокой оценки вашей деятельности, доверия коллег и горожан. Уверен, что знания, специфики веренной вам территории, профессиональный и политический опыт, а также стремление работать на благо людей в полной мере будут востребованы на этом ответственном посту. Поздравления и напутствия в адрес новоизбранного мэра также прозвучали от представителей различных органов власти Ненецкого округа. Искренне рады, что депутаты городского совета по достоинству оценили вашу деятельность на благо города и его жителей, избрав вас главой Наринмара уже во второй раз. Это высокая оценка вашей работы и профессионального подхода к делу, глубокого знания проблем города и умения добиваться поставленных целей. На свой первый пост главы Наринмара Олег Белак был избран 8 февраля 2017 года. За пять лет в городской администрации, в муниципальных учреждениях и предприятиях сформировалась эффективная команда. Сам Наринмар стал чище, краше. Это замещает все вокруг, и жители, и гости города. Поэтому огромное спасибо, в том числе, и глава города. Я здесь родилась, и наш город, конечно, с каждым годом расцветает, и все становится краше. И вот мои даже подруги, которые вот уехали отсюда, вот сейчас приехала подруга, и вообще просто наш город не узнаваем. Даже я сама, вот живя здесь, не выезжая, езжу по новым новостройкам, просто радуюсь, что действительно наш город расцветает. Произнося присягу, Олег Белак поклялся с достоинством и честью осуществлять полномочия главы города, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. После инаугурации, которая состоялась в актовом зале мэрии, Олег Белак озвучил приоритетные направления деятельности на ближайшие пять лет. В их числе вопросы коммунальной сферы, вопросы финансово-хозяйственной деятельности, предприятия объединенных котельных и тепловых сетей и благоустройства города. Мы продолжим формирование городской среды, уже понимая, что нам в городе нужны, допустим, те же самые парковки. Мы, к сожалению, не успели в прошлом году закончить большие мероприятия по замене детских выгородных площадок. У нас огромные планы по озеленению города. Мы так пока что и не решили вопрос ни с благоустройством Смедовича, восстановлением его. То есть вопросов на самом деле много, и от жителей вопросов очень много. Это вопросы социальной очереди, которая у нас за пять лет сдвинулась его на несколько квартир, и то только за счет муниципального фонда, который мы ее перераспределяли. Напомню, главу городского округа выбирали не прямым голосованием избирателей, а с советом депутатов уже во второй раз из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Полномочия мэра Олег Белак будет исполнять в течение пяти лет. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. 19 марта в Ненецком округе стартуют традиционные соревнования по снегоходному кроссу «Бурандей» на Кубок Героя Советского Союза Героя Российской Федерации Артура Черенгарова. В этом году мотокросс пройдет на новом месте, а основным лейтмотивом соревнований станет благотворительный сбор средств на лечение для нашего земляка Мстислава Никонова. Формат «Бурандея» в 2022 году претерпел некоторые изменения, начиная непосредственно с места проведения соревнований, гоночные трассы специально подготовлены в районе воинской части. Для гонщиков предусмотрено сразу два трека – один для соревнований на снегоходах класса «Буран», а второй для иностранной техники. Впрочем, новшества на этом не заканчиваются. Еще дополнительное нововведение. У нас появился сайт «Бурандея», у нас появились группы в социальных сетях, где мы рассказываем о самих гонках, добавляем туда информацию об истории гонок. У нас раньше не собиралась информация, не было в одном источнике, где можно было найти о первых победителях, о победителях последующих лет. Сейчас мы этот сайт постоянно наполняем, собираем информацию из всех доступных нам источников. И на этом сайте у нас уже будет более полная информация. Человек может прийти, ознакомиться, узнать, с чего начинались гонки и какие они сейчас. Еще одна особенность «Бурандея-2022». В этом году он будет носить благотворительный характер. Основная цель – собрать денежные средства для лечения подростка из Тельвиски. Мстислава Никонова. Готовность оказать помощь больному ребенку во время соревнований выразили предприниматели, которые организуют торговлю в палатках на мероприятии. Проговорить с предпринимателем мы решили провести акцию «Мой бизнес помогает». И по договоренности с предпринимателями часть выручки именно на Бурандея будет перечислена семье Никоновых. Кроме того, на гонках активно будут работать волонтеры. Их цель – также привлечение средств на лечение Мстислава. «У нас организована волонтерами благотворительная ярмарка, на которой могут принять участие все активные жители города и округа, могут предоставить свою какую-то продукцию». Уточнить информацию о ярмарке и связаться с волонтерами можно по номеру 8 911 653 2800. Отметим, в этом году Бурандея пройдет в районе войсковой части номер 12403. Напомним, в декабре 2020 года у Мстислава Никонова выявили Т-лимфобластную лимфому третьей стадии. Это онкологическое заболевание, при котором поражаются лимфоциты – клетки иммунной системы. В прошлом году заболевание переросло в лейкоз. Здоровье превыше всего. В рамках акции «Рак боится смелых» в Наринмаре можно пройти медосмотр у высококвалифицированных специалистов Московского онкологического центра имени Блохина. Подробности в следующем сюжете. На данных кадрах вы можете наблюдать гастроскопию желудочно-кишечного тракта. Процедуру проводит старший научный сотрудник онкологического центра имени Николая Николаевича Блохина Иван Карасев совместно с региональным специалистом. Рак пищевода и желудка, если их совместить, занимает примерно третье место в общей структуре. То есть это достаточно актуальная проблема. Оборудование японское позволяет выявить предраковое состояние и ранние формы рака. Соответственно, предотвратить развитие более распространенных форм посредством выполнения эндоскопического орган-сохранного вмешательства. То есть внутрепросветное удаление этих ранних форм, что позволяет человеку никак не менять свой образ жизни, и качество жизни он не потеряет. Процедура гастроскопии также позволяет взять образец тканей органов на анализ. Далее материал отправляют на исследование в цитологическую лабораторию. Цитологическое исследование является важнейшим в диагностике онкозаболеваний наряду с другими современными методами диагностики. Цитологическое исследование – это оценка морфологической структуры клеточных элементов для установления доброкачественного процесса, злокачественного процесса или неопухового процесса. Рак молочной железы занимает первое место среди онкологии как по заболеваемости, так и по смертности. Осмотр у онколога-мамолога, как и у любого другого специалиста, начинается со сбора анамнеза и выявления предрасположенности к раковым заболеваниям. В первую очередь необходимо выяснить, болел ли кто-то в роду онкологическими заболеваниями. Также врач спрашивает о вредных привычках и возможном влиянии условий работы на развитие онкологии. Далее проводится осмотр пациента. Назначаются дополнительные методы осмотра, такие как мемография, УЗИ, компьютерная томография и биопсия. Помимо врачебной консультации необходимо регулярно проводить самоосмотр. В определенные дни цикла, это начальные дни цикла, женщина должна осматривать себя перед зеклом и смотреться какими-то изменениями. Во-первых, это кожных покровов, если имеется изменение кожи, втянутость, стяжение кожи, появление отечности кожи, так называемый симптом лимонной корки, то есть если кожа становится похожа на лимон, если есть какие-то узловые образования в молочной железе, если есть выделения из области сосков, если есть какие-то образования подмышечной области. Все это должно насторожить девушку и явиться поводом для того, чтобы она посетила врача, онколога, мамолога. Современные технологии не стоят на месте, и в настоящее время для удобства врачей и онкологов практикуются в работе использования искусственного интеллекта. Мы с моими коллегами, рентгенологами и разработчиками из компании АйРИ сделали такую программу, которая называется «Искусственный интеллект в рентгенологии». В первую очередь он ориентирован на маммографические снимки. Данная программа помогает быстро обнаружить патологические процессы в тканях молочной железы, в частности опухолевые процессы. Архитектоника ткани, на ней врачу более ясные моменты, для которых стоит уделить внимание. Здесь мы можем разглядеть, что ярко выражен очаг вероятно излокачественного новообразования. И также цветовая дифференциация ткани, где врач может более подробно рассмотреть какие-то жировые ткани, либо какие-то утолщения. Как говорят специалисты, на 100 тысяч детей возможно 13 или 15 онкозаболеваний. И, как правило, более вероятны заболевания различными видами лейком и лимфом, режет центральной нервной системы и других органов. Важно отметить, что детские онкологические заболевания – это новообразования, которые не связаны с вредными привычками, как курение, какие-то природные факторы. Это, прежде всего, связано с тем, что есть определенные причины их обуславливающие. Часто мы говорим, что злокачественное образование детей – так называемые эмбриональные опухоли, то есть в некотором роде связанные с наличием тех или иных мутаций, например, или других ситуаций и состояний. В рамках акции «Рак боится смелых» любой житель региона может пройти обследование у 16 московских специалистов-онкологов научно-исследовательского онкологического центра имени Николая Николаевича Блохина. Мы планируем проводить осмотры и диагностические исследования – КТ, маммографию, эндоскопические исследования и цитологические исследования. Акция направлена на диагностику условно-здорового населения. На данный момент на прием к врачам записалось порядка 200 жителей региона. Специалисты принимают граждан в лечебно-диагностическом центре окружной столицы по адресу, который вы видите на своих экранах. Катрина Тебри, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Внимание, волонтеры! С 14 марта в Нинницком округе начинается набор добровольцев для федерального проекта формирования комфортной городской среды, в рамках которого во всех регионах страны пройдет онлайн-голосование за проекты по благоустройству общественных территорий. Стать волонтером благоустройства может любой желающий житель региона в возрасте 14 лет. Добровольцу достаточно заполнить заявку на портале добро.ру до 1 апреля и ждать ответа организаторов. Работать волонтеры будут с 15 апреля по 30 мая. Любой житель нашего города может проголосовать за территорию или дизайн-проект, предоставленного для голосования. Волонтеры помогут жителям и расскажут о том, какие объекты участвуют в голосовании и при необходимости помогут проголосовать. Волонтеры пройдут обучение и ознакомятся с алгоритмом действий. Также им будет выдано атрибутика и планшеты для голосования на месте. Я ездил по разным организациям, ловил людей, грубо говоря, на улице, на концертах, предлагал им проголосовать за объекты, которые наиболее ближе к их местоположению. Более подробную информацию о наборе волонтеров можно узнать по номеру телефона, который вы видите на своем экране. Или в региональном центре молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи Неницкого округа. Через Арктику к звездам в Неницком округе начался прием заявок и творческих работ на межрегиональный конкурс. С 14 по 25 марта 2022 года жители региона могут стать участниками конкурса, который проходит в рамках побратимства между городским округом «Город Наринмар» и городским округом «Звездный городок» Московской области с целью реализации социального проекта «К звездам» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Конкурс организуется совместно с Фондом поддержки авиации и космонавтики, патриотического воспитания молодежи и развития спорта имени дважды Героя Советского Союза. Космонавта Павла Романовича Поповича. В этом году конкурс проходит по двум номинациям в четырех возрастных категориях. Номинации «Литературное творчество» и «Изобразительное искусство». В настоящее время в организационный комитет поступили краеведческие исследования по всем четырем номинациям конкурса из разных уголков страны. Татарстана Московской области, городского округа Лобня, города Ногинска, города Королева и Домодедова, Краснодарского окрая Воронежа, Тверской области, города Донецка, Ростовской области, Ненецкого автономного округа и города Архангельск. Принять участие могут обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 12 до 17 лет. Познакомиться подробнее с положением о конкурсе можно на страничке «Общество друзья Заполярья» в социальной сети ВКонтакте. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.